Сегодня я поделюсь с вами темой, чтобы сделать нас в правильном соответствии с Богом. Итак, чтобы сделать нас в правильном соответствии с Богом. Вы знаете, вся суть нашего хождения в церковь, чтобы постоянно учиться и знать истину. Второе, мы всегда хотим переходить от веры в веру, от славы в славу, от знаний к еще большим знаниям. То есть возрастать во Христе и становиться зрелыми в Иисусе Христе. И я хочу, чтобы мы понимали, чтобы мы были взрослыми во Христе, нам нужно постоянно фокусироваться на Слово Божье. Итак, Слово Божье – это путеводитель для нас, это навигация для нашей жизни, когда мы учимся в направлении спасения Христом. Итак, несколько слов я поделюсь с вами, где-то минут 30. Оставайтесь со мной, приготовьтесь получить что-то от Бога сегодня. Потому что всякое время, когда я читаю Библию, я всегда нахожу что-то новое в ней. А Библия делает мне сюрпризы каждый раз и поднимает меня на новый и новый уровень во Христе. Мы должны понимать, что нам нужно возрастать и становиться зрелыми во Христе. Это учит нас Библия. Итак, я поделюсь этой темой сегодня еще раз, чтобы сделать нас в правильном соответствии с Богом. Вы знаете, с самого начала, когда Бог сотворил самого первого человека, Адама, которого Бог сотворил, он потерял свою связь с Богом через грех. И все человечество с этого времени пошло в неправильном направлении. И потому что это случилось, и вы знаете, что со временем Бог все-таки искал, как восстановить потерянное взаимоотношение с человеком. То есть человечность и божество потеряло связь между собой. Вы знаете, вот я держу телефон, но если мой телефон не сконнектирован с интернетом, то я никуда не могу позвонить и ничего не могу увидеть. Вы знаете, потому что из-за этой взаимосвязи, которая отсутствует, семьи разрушаются. Муж и жена, если не имеют связи между собой, то их семья в конце концов разрушится. Если мы, как христиане, как люди Божьи, будем соединены с нашим Богом Отцом, человечеством и божеством, вы знаете, мы ни к чему не идем, если у нас нету этого, этой связи. Мы не знаем, что нам делать, как нам делать. Мы, конечно, спекулируем, ищем какие-то выходы для нас, но все эти спекуляции, они в конце концов неправильные. Я хотел бы, чтобы вы понимали, как Бог соединил человечество и божество, и где Он начал свою работу. Итак, Он начал восстановление вот этой взаимосвязи, Он начал с Авраама. Итак, Авраам был человеком, который понравился Богу. Почему? Просто потому, что он поверил Богу. Это было единственное, что понравилось Богу. Он, конечно, сделал много неправильного в своей жизни, но из-за своей веры, из-за того, что он доверился Богу, он наладил взаимоотношения с Богом. Итак, Бог назвал его своим другом. Мы пойдем в Библию сейчас. Давайте откроем Новый Завет. Римлянам, 4 глава. Мы начнем сначала. Что нам нужно понимать? Нам нужно понимать, что есть путь, как Бог соединяется с человеком, как Он соединился с Авраамом. Он избрал Авраама. И это Новый Завет. У нас нет времени сегодня посмотреть во все места, чтобы разобраться во всех вещах. Но мы должны понимать, что Бог назвал Авраама отцом многих народов. Вы знаете, в него вначале не было детей, и дети в него появились некоторые в конце его земного путешествия. Вы знаете, в него родился Исаак, потом дальше его внук Яков, и потом дальше 12 патриархов и так дальше. У него были еще другие дети от других жен, которые он имел. Но Бог полюбил этого человека, потому что этот человек имел правильное сердце в отношении Бога. Он позволил Богу наладить отношения с Ним из-за того, что он доверял Богу, верил Богу. Поэтому мы люди, которые служим Христу, мы христиане, и мы также верующие, потому что мы верим Слову Божию. Библия называет нас верующими. Почему верующими? Потому что невозможно угодить Богу без веры. Не веря Богу, мы не угождаем Ему. Мы должны верить. Мы должны верить в Бога и верить Богу. И так важно в этом взаимоотношении, что Бог хочет, чтобы вы верили в Него и верили Ему. Он имел план для человека и для каждого из нас в отдельности. Он хочет, чтобы мы последовали Ему и были в Его плане. И первое, что нужно в этом плане, это вера. Вера – очень уникальная часть наших взаимоотношений. Например, если у вас есть друг, который вам не верит, кто бы это ни был, вы не можете сделать или продолжать дружбу с таким человеком, потому что он вам не верит. Если кто-то вам не верит, вы не можете быть с ним другом. Начнем читать Библию. Опять, Римлянам, 4 глава, с 1 стиха. Апостол Павел обращается к церкви в Риме. И он говорит, Авраам был по-человечески основателем нашего еврейского народа. Он говорит о римлянам, и он говорит о Аврааме, и он говорит, он основатель нашего еврейского народа. Вы знаете, Авраам, Исаак, Яков, он был начатком израильской нации, именно Авраам. Он, конечно, и другие также народы основал, но Бог избрал именно Авраама, Исаака, Якова, потом 12 патриархов и весь народ Израиля. Итак, Бог хотел, чтобы они были народом израильским, нацией, которую избрал Бог для себя. И если бы, 2 стих, его добрые дела сделали его угодным Богом, ему было бы чем похвалиться, но это был не Божий путь. Итак, Авраам был хорошим человеком, он был верным Богу человеком, или он был человеком, который поверил Богу. Бог объясняет, что... Или же в этом местописании объясняет, что не потому, что он был хорошим человеком, Бог его избрал, потому что в таком случае Авраам мог гордиться этим. И он бы говорил, вот вы все должны быть такие, как я. И мы видим, что много раз Бог выбирает вообще по нашим меркам плохих людей, которые Он выбирает, чтобы они следовали Ему. И Авраам не был исключением. У него также было много всяческих недоделок в жизни, согрешений. И Бог хотел, избрал его и сделал его Отцом для многих народов, не потому, что он был совершенным или совершенно правильным человеком, но человеком, который был простой, обычный человек, но который поверил. Бог не хотел, чтобы кто-то хвалился своими делами. Никогда самохвальство не должно присутствовать в наших взаимоотношениях с Богом. Он говорит, если бы его добрые дела сделали его угодным Богу, его добрые дела не сделали его приемлемым для Бога. Даже если он и был хороший в чем-то, то не все, что он делал, было совершенным для того, чтобы он мог хвалиться своими делами. Третий стих читаем. «Ибо Писание говорит нам, Ибо Писание говорит нам, Авраам поверил Богу, и Бог почел его праведным за его веру». Итак, принятие Авраама Богом было из-за веры, не из-за его дел. Бог, что он нам говорит? Он говорит, что мы можем быть приемлемыми Богу, и мы можем быть избранными Богом, и быть спасенными Богом, не потому, что мы такие добрые и совершенные, но потому, что мы поверили Богу. Итак, это очень важный момент, который мы должны помнить. И он продолжает объяснять в 4 стихе, когда люди работают. Их заработная плата – это не подарок, потому что когда люди работают, получают зарплату, это не подарок. А то, что они заработали, мы не получаем нашу зарплату, потому что кто-то хотел бы нас благословить. Нет, мы идем на работу и ожидаем зарплату. Мы можем всегда задать вопрос, где моя зарплата, если бы вам не дали зарплату вовремя. Но вы не можете так само спросить о подарке, вы не можете сказать, где мои подарки, почему это вы без подарков пришли ко мне. Но зарплата – это то, что мы требуем от нашего работодателя, потому что мы сделали работу и ожидаем зарплату. 5 стих. Но люди считаются праведниками не по делам своим, а по вере в Бога, прощающего грешников. Итак, мы приняты, как был принят Авраам, и посчитан праведным, потому что он поверил, из-за его веры. Мы очень быстро в нашей жизни склоняемся к тому, что мы должны как-то заработать наше спасение или даже получить больше спасения или быть более приемлемы мы. Но апостол Павел говорит очень ясно к римлянам, что спасение не приходит по нашим делам. И я, конечно же, не говорю, что наши дела не имеют никакого значения, потому что Библия говорит, что мы были созданы и предназначены Богом на добрые дела. Ну, это не дела, мы спасаемся. Итак, вы помните, я говорил вам в прошлом, говорил церкви, что церковь должна понимать, что есть последовательность хронологических последовательностей, которые нельзя изменить. и так, это искупление, потом праведность и поклонение. Вы не можете привезти в церковь у кого-то, кто просто красиво поет, и у него классный голос, и мы скажем, он будет нашим лидером прославления, потому что в первую очередь этот человек должен быть поклоняющимся поклонникам. Итак, чтобы быть поклонником, угодным Богу, мы должны быть искуплены. В первую очередь, мы должны понять, что мы не имеем места с Богом в небесах, если мы не признаем, что мы грешники. Мы признаем, что мы грешники, и мы обращаемся к Богу, и признаем, что сами себя спасти не можем, и нуждаемся в Спасителе. Итак, нам нужно спасение, чтобы кто-то нас спас. Итак, Павел объясняет, что праведность – это не то, что вы можете заработать, но то, что вам дано Богом. если мы можем сказать, что эти люди праведники, то мы ожидаем, что эти праведники должны, ну хотя бы как минимум, вести себя правильно. Но праведность, которая приходит от Бога, она делает нас приемлемыми Богу и принимается верой. Итак, я принимаю верой свое искупление. Второе, я принимаю верой свою праведность. И потом, когда имеют две вот эти части, это не просто порядок, это божественный порядок, который невозможно поменять. Итак, мы должны быть искуплены, стать праведниками и потом стать поклонниками. Итак, кто такой поклонник? Поклонник – это тот, кого ищет Бог. Бог всегда ищет поклонников. Итак, наша часть – это первое, это признать, что мы грешники и что мы не можем спасти себя, независимо, как мы будем жить, как мы будем себя одевать и как мы будем, в какую церковь ходить, мы не можем себя этим спасти, потому что мы грешники. и нет спасения нам просто из-за того, что мы каким-то образом начинаем жить как-то по-другому, по-религиозному. Мы призваны делать добрые дела, но это не то, что приносит нам спасение. В первую очередь, чтобы мы были приемлемы для Бога, Богу, мы должны знать, признать, что мы грешники, мы должны поверить, что Бог уже дал нам спасение. Эта проблема уже разрешена, потому что праведный Бог, который является святым Богом, он не будет общаться с грешниками. в начале должно быть примирение, и это примирение совершилось на кресте, потому что на кресте Иисус Христос, Сын Божий, заплатил за грех, за наш грех. Это очень понятно, если мы понимаем, исследуем последовательности всех вот этих вещей, очень важных для нашей жизни. Мы понимаем, написано, что плата за грех – смерть. Итак, если вы говорите, вы грешник, и вы заслуживаете смерть, но милость Божья и благодать Божья – это на ваше искупление. Бог решил искупить вас, искупить вас через смерть Иисуса Христа на кресте и дать вам Его праведность. Итак, праведность, которую мы получаем, это тоже по вере. Вы не можете сказать, я не праведник, потому что я все еще не сделаю что-то правильное. Я все еще где-то говорю неправду. Я иногда могу что-то своровать или сказать что-то оскорбительное на других людей, что бы это ни было, какой бы грех вы ни делали. Но послушайте, да, я понимаю, что мы из-за этого полностью потеряны без Христа грешники и не можем быть приемлемыми для Бога. Нету такого пути. Богу нужно было прийти самому лично со своей перспективы. Он должен был прийти и сказать, так как человек не может заплатить за свой грех, потому что плата за грех – смерть, и если плата за грех – смерть, и Мен не может после этого себя спасти, как заплатит за свой грех – смертью, потому что ты получил то, что заслужил, и после смерти уже нету дальше никаких решений. И поэтому Бог взял прерогативу в свои руки, и Он послал Своего Сына, который был полностью праведник, полностью святой, и на кресте произошел обмен. Он искупил нас. Он искупил нас от греха. Он заплатил то, что мы должны были заплатить – смерть. Итак, Иисус никогда не согрешил. И вы понимаете, да? То есть, насколько этот порядок вот этих вещей важен. Это искупление, праведность, поклонение. Итак, искупление, праведность, искупление. Мы должны быть искуплены, получить праведность Христа и потом стать поклонниками Богу. Мы все еще не становимся полностью перфектными во всем, но мы каждый раз ищем, чтобы обновиться Словом Божьим, чтобы перейти из веры в веру, чтобы перейти от зрелости до зрелости, от славы в славу, подниматься выше и выше. Итак, это будет продолжаться до того времени, пока мы полностью не придем в полный божественный порядок. Почему мы должны понимать? потому что Бог, или давайте скажем, Сын Божий, Он приготовляет церковь как невесту, и невеста должна понимать, кто она и кто есть ее жених. Никакой жених не может взять какого-то девочку-ребенка и жениться на ней, потому что она еще ничего не понимает, она еще не невеста, она еще не готова. Она, когда вырастет, станет в один день однажды невестой, когда она будет готова влюбиться в молодого человека и стать его женой. Но до того, покуда она еще ребенок, она ребенок, она не выходит замуж. И мы во Христе становимся вначале как дети. И Бог приводит нас каждый раз в понимание, Он хочет привести нас в момент полного понимания, когда мы становимся полностью готовыми. Это то, что апостол Павел объясняет римлянам. Позвольте мне продолжить пятый стих. Еще раз. Но люди считаются праведниками не по делам своим, а по вере в Бога, прощающего грешников. Итак, вера в Бога, кто прощает грешников. Давид также говорил об этом, когда он писал «Счастье тех, кто объявляется праведным, не работая для этого». Послушайте. Мы, как люди, не принимаем людей, не называем их праведниками, если мы не видим, что они поступают как праведники. Мы говорим, это плохие люди, это так себе люди, это хорошие люди, это праведники. но мы признаем людей, которые заслуживают наше уважение, мы хотим видеть их праведниками. Мы не называем их праведниками так, бесплатно. Они должны нам доказать, что они праведники. И так мы называем их праведниками тогда, когда они докажут свою праведность. Мы говорим, мы любим этих людей, они наши друзья, они для нас праведники. Но здесь он говорит, и говорит, в этом завете царь Давид говорил, и говорил, что эти люди очень счастливы, что они объявляются праведными, не работая, ничего для этого не делая. Он был пророком, и он пророчествовал, что однажды придет время, когда люди получат праведность, не работая над тем, чтобы быть праведниками. Потому что в Ветхом Завете, чтобы быть праведниками или быть правильными, они должны были что-то делать для этого. И все направления, и все ритуалы, они должны были храниться, соблюдать точности. И Давид говорит, в то время, когда Давид жил, все следовали закону Моисея, и они должны были заслуживать свою праведность. Но Давид говорил о том, что придет время, и это время пришло, и кто сегодня, кто не работал на свою праведность, был объявлен праведным через Иисуса Христа. Итак, праведность дается нам, Иисусом Христом, через Иисуса Христа. Это праведность Христа, это не наша праведность. Когда мы выходим замуж за Христа, мы берем его фамилию, мы пользуемся его фамилией, и дальше мы продолжаем носить его фамилию. Как моя жена, например, она больше не носит свою девичью фамилию, она носит мою фамилию, фамилию своего мужа. То есть независимо уже, как уже есть, я хороший или плохой, это все будет на нее влиять. Это такой маленький глэмпс, маленький пример. Когда мы приняли Иисуса Христа, мы стали праведниками, потому что мы поверили Ему, мы получили Его фамилию праведники. И это то, что Бог сделал. И Бог ищет в Себе таких людей, которые приняли праведность Христа. И вы знаете, мы можем говорить об этом и рассуждать об этом, и говорить. Это действительно интересно. Давайте я пойду в 7 стих, и Он говорит, «О, какая радость для тех, чьо непослушание прощено». Представьте себе, чьи грехи удалены из виду. И Он говорит в 7 стих, «Какая радость для тех, чьо непослушание прощено». Как много раз вы не слушались Бога, не были послушны Богу. И представьте себе, через Иисуса Христа вы можете быть прощены, вы можете получить Его праведность и быть праведниками. что ваши грехи удалены из виду. Когда вы приходите к Богу, вы знаете, когда люди приходят ближе к смерти, и они начинают чувствовать, и иногда они начинают видеть, жизнь как будто бы проходит перед их глазами. Они помнят все свои соглашения. И вы знаете, некоторые люди, которые были при смерти, они говорят, они видели все свои грехи, как будто кто-то им прокрутил, как кино. Но представьте себе, вы пришли к Богу, а Бог вообще поставил это, удалил это из виду. Он говорит, «Я даже не буду смотреть на это». Он говорит, «Вы праведники, и мы принимаем это, и мы являемся праведниками». Не удивительно ли это, дорогие друзья? И он говорит, «Какая радость для тех, чьи записи Господь очистил от греха. Записи о вас, о мне, все грехи, которые вы или я сделал, Бог очистил это. Все, нету больше там этих грехов записано. Бог не будет держать наши грехи против нас». Иногда вы думаете, вспоминаете свои согрешения, и говорите, «Если бы я только не сделал этого, если бы я только не сказал вот это». Ну, послушайте, Бог очищает от греха, очищает ваши записи все. Вы сегодня чисты полностью, вы имеете чистую, чистую прошлую жизнь.